Я познакомил предпринимательскую тусовку с шавермой. Когда личный бренд начинает на тебя работать, тебе начинает поступать очень много разных предложений. Очень отличается человек, который есть стратегии личного бренда. Он цельный, он ясный, у него есть вижен. Я понял, что такое нетворкинг. Я понял, как надо проявляться. За три года я вырос примерно в 10 раз. Я создаю новые бизнесы, которые работают дальше. Мама мне с детства выявила, что я буду президентом. Вот, поэтому спасибо, мам, я все-таки стала. Павел, в наш следующий выпуск мы говорили про личный бренд, твой. Мы говорили про рынок, на котором ты работаешь, про особенности этого бизнеса. А давай теперь посмотрим, к чему приводит личный бренд за пределами бизнеса. И вот первый мой вопрос. Изначально предполагал ли ты, когда ты открывал свою первую шаверму в Питере и вообще делал свои первые сторисы и так далее, что ты будешь мультипредпринимателем, у тебя будут разные бизнесы? Была ли такая цель? Честно, я, конечно, не предполагал, что у меня будет много разных направлений, потому что я хотел хотя бы одно довести до логического результата. Вот, и как строится бизнес, на самом деле это сложный процесс, особенно в общепите. Я перекрестился, когда открыл, наверное, четвертую, пятую точку, думаю, больше. Я еще другим заниматься не буду, дай бог вот это дорастить. Но со временем, конечно, ты становишься уже более твердым, становятся процессы уже более оптимизированными, цифровизированными и так далее. Вот, и дальше, когда личный бренд начинает на тебя работать, тебе начинает поступать очень много разных предложений. Сначала я на это как-то смотрел так с негативной точки зрения, потому что я не понимал, куда я еще полезу и как я могу начинать с людьми какой-то другой бизнес, в котором я ничего не понимаю. Но со временем я понял, что за счет вот этого инфополя, которое я создаю, люди начинают, ну, допустим, они нравятся мои ценностные, да, продукты, они понимают, что я сделал здесь классный продукт, и почему бы не попробовать со мной, например, да, другое совершенно направление, в котором они, например, компетентны, но им не хватает, например, медийности. Они приходят, говорят, слушайте, круто, ну вот у меня есть направление, не знаю, там, например, бизнес-клуб, мы хотели, чтобы вы стали его лицом, зайдите медийно, вот, и мы видим, что это будет развивать предпринимательство, там, да, в городе Санкт-Петербург, вот. И сейчас это реальное направление мое отдельное, где я, там, открываю, там, направление в бизнес-клубы, там, открыл сейчас автосалон с другим партнером, где меня, я вхожу в медийно как лицо, вот, где я, там, вкладываю какие-то компетенции небольшие, чтобы, я много времени у меня нету, к сожалению, да, поэтому, естественно, у меня фокус на лаваше, вот, но все равно какую-то, там, на часть я отдаю, и вот за счет этой медийности личного бренда я создаю новые бизнесы, которые работают дальше, соответственно, с этими партнерами, партнеры занимаются операционкой, а я вкладываюсь в этом плане медийно. И это очень круто, это дополнительный доход, и другое направление, другой опыт. Давай начнем с бизнес-клуба. В принципе, ты мечтал когда-то о бизнес-клубе, потому что я знаю, что ты состоишь в разных бизнес-клубах, как участник активный. Вот когда-нибудь представлял, что ты будешь президентом клуба? Мама мне с детства говорила, что я буду президентом. Вот, поэтому спасибо, мам, я все-таки встала. Порядка где-то трех с половиной лет назад я понял, что мне не хватает очень сильного окружения. Я первое заведение открывал в Петергофе и жил там в Петергофе с семьей. И у меня, в принципе, кроме моей команды и тех людей, с которыми я общался, больше никого не было. Я их всех перерос. И понял, что я просто куда-то уперся. Мне не хватает насмотренности, не хватает мотивации. Мне кажется, что я самый сильный в комнате. Вот, естественно, я пошел покорять Питер в плане бизнес-клуба. Вступил я как раз в первый это Бизпипл. Тогда был там совершенно другой основатель. И я буквально за 3-4 месяца познакомился с там больше 150 предпринимателей в разных нишах. У кого-то 4 миллиарда, у кого-то 6, у кого-то там 20 миллионов, у кого-то там 100 миллионов. И я понял, что я вообще еще только начал. Ну, типа, я там рассказывал, что я самый сильный в комнате. А здесь я вообще не в той комнате был. Здесь я только начинаю. И это очень круто меня смотивировало. Я начал совершенно по-другому общаться. Я понял, что такое нетворкинг, да, такое большое. Я понял, как там надо проявляться. Я пользовался всеми инструментами клуба. Бизнес-завтраки, бизнес-ужины. Я встречался со всеми предпринимателями постоянно на каких-то вечерах. Главное со всеми познакомиться, узнать о его нише, что он делает, как он, какую команду строит, обменяться каким-то опытом. Все, и через там полгода уже весь клуб парал в лаваше. То есть я познакомил предпринимательскую тусовку с шавермой. То есть это же было вообще сложно. У меня была целевая аудитория мамочки с колясками, семейные пары, студенты, военные. Но предприниматели ко мне не ходили, потому что про меня никто не знал. А тут я залетел предпринимательский милый и начал рассказывать, что у меня лучшая шаверма в городе. И это очень быстро начало вируситься. И это здесь, знаешь, у меня просто несколько из таких кейсов моих клиентов, которые продвигая какой-то, это может быть как раз автосервис, абсолютно разные. Они приходят, допустим, в Москву со своим бизнесом. Их целевая аудитория там. Но они заходят туда с открытым сердцем, искренне в нетворкинг общаясь. И через некоторое время проходит год, два, три. В принципе, весь клуб обслуживается у него в бизнесе. Это естественно становится. И поэтому иногда бывает, друзья, то есть здесь важно что? Я вот сразу отрефлексирую, как инструмент. Очень отличается человек, который есть стратегия личного бренда, потому что он цельный, он ясный, у него есть вижен, он этим делится, он вдохновляет. От него идет вот эта вот харизма, даже если он интроверт. Он говорит про свое дело, от него идет энергия. И человек, который просто, типа, ну, делает какое-то дело, там, что-то пришел, там, потусить. Я не знаю, ты видел на меня таких ребят. Есть такие люди, которые, да, к сожалению, приходят, не пользуются инструментами. И они обычно выходят очень быстро из этих клубов, потому что не понимают в них ценности. А на самом деле просто они не пользуются инструментами. Да, это вопрос к видению. То есть если бы у них было бы, условно говоря, видение, которое включало бы в себя развитие с точки зрения людей и того же самого нетворкинга и так далее, то тогда бы это все бы оседало. Так что вот эффективный инструмент в бизнес-клубах. Ну вот, и за три года я вырос примерно в 10 раз. Я считаю, что благодаря клубу без пипл, я при этом вступил в разные клубы, и практически в пяти клубах я состою разных, которые в РФ у нас, и не в РФ, и в дубайском клубе я состою. Но буквально там вот полгода назад мне поступило предложение зайти в этот клуб лицом, возглавить его. Я понял, что я тогда взял очень много с этого клуба, и, наверное, пора уже отдать. Для меня это отдача, все-таки социальный проект, денег я там не вижу, но для меня сейчас это сцена, это прокачка предпринимательства в Санкт-Петербурге, это отдача, это знакомство, это комьюнити, это мои люди, моя стая, с которыми я двигаю предпринимательское сообщество. Для меня это такой, целый большой шаг. Я очень много на это трачу сейчас времени и энергии, но я оттуда получаю обратный эффект, результат, и мне хочется топить дальше. Потому что просыпаюсь по утрам, потому что мне хочется туда бежать. Сейчас хочу сразу на другую грань перейти. Ты сказала про социальное. Меня очень греет и радует твой проект Добродомик. Это, во-первых, очень необычная форма благотворительности. Вот как родился, что такое этот проект и как он родился? Добродомик, но не только мой проект, это основательница Александра Синяк, мой партнер. Она в свое время начала помогать ветеранам и пенсионерам локально. Где-то что-то починить, где-то привезти бесплатные обеды, насколько это было возможно. У нее было свое кафе и она в своем кафе начала их кормить бесплатно. Вот. Насколько у нее было возможности финансово. Потом, соответственно, когда деньги кончились, все это закрылось. И в какой-то момент я с ней познакомился. А у меня с детства была мечта. Ну, не с детства, с юношества. У меня когда еще был, там было свое кафе, у нас вдоль где-то в мая ходил парад. Ну, и как все рестораторы, я бесплатно давал обеды. Но для галочки. Вот. Не понимал, для чего это дело. Просто давал-давал. Ко мне подошел дедушка лет 90 плюс в орденах. Сказал спасибо с слезащимися глазами. И сказал спасибо не за обед, а за внимание, которое я ему уделил. И меня тогда перевернуло очень сильно. Я понял, что, блин, насколько важно это делать. И типа не просто отдать этот обед. А важно уделить внимание, показать, что мы про них помним, что мы молодое поколение. А они все-таки уже уходящее поколение. Вот. И тогда мне разделалась мечта, что когда-нибудь я открою, когда будут деньги, такой кафе, только бесплатно на постоянной основе, где у них будут встречи, как ресторан такой, вместо встреч, комьюнити свое. Вот. И вот встретился с Александром, ко мне тоже такая есть мечта. Я говорю, ну давай осуществим. И вот здесь как раз личный бренд. 10 сториз. Я собираю порядка 30 предпринимателей, которые вместе со мной заходят в этот проект. Мы строим за 2 месяца первый добродомик, потом через полгода строим второй добродомик. Сейчас их уже 6. Мы больше миллиона обедов подарили на данный момент. Полторы тысячи обедов мы дарим каждый день. Сейчас уже понятно, тогда у нас не хватало денег ни на плитку. Мы собирали все по миру. Кто-то делал штукатурку, кто-то умеет делать вентиляцию, он делал вентиляцию. Плитку нам привозили у каждого дома, в доме под ванной лежит 2 квадрата метра плитки, которая осталась. Вот я всем написал, слушайте, вот у вас по-любому под ванной лежит 2 метра плитки. Привезите нам, нам не хватает. У нас первый добродомик полностью из разной плитки лежит. И сейчас, конечно, это уже серьезный проект. Сейчас мы в Москве, планируем, там именно Галаров зашел лицом, вот мы в Вега-Сити-Холле благотворительный концерт бесплатный, там Джонни выступал бесплатно и так далее. Но это уже, конечно, такое, но до этого это все создавалось по крупицам. На моем личном бренде, и на самом деле огромное спасибо личному бренду, потому что без него, ну я бы там дал каких-то денег, ну 100 тысяч, ну миллион, ну два, ну тогда миллионы нужны. И я собрал, сейчас у нас больше 150 предпринимателей в нашем таком благотворительном клубе, который ежемесячно спонсирует. Как можно вступить туда? Как можно стать меценатом в этот проект? Можно оставить под видео ссылочку, переходите, мы вам все расскажем, покажем, приехать нам в Добродомик, пообщаться с бабушками, с дедушками. Мы каждый месяц устраиваем концерты, они приезжают себе в орденах, рассказывают, как в военные годы было, блокаду, мы привозим туда детей, чтобы вот как раз молодой Маккалене напиталось, потому что имя осталось ну 10 лет максимум, потом это уже сменится. Вот, поэтому для меня такой Добродомик это, знаете, шестое чувство, когда ты выходишь из кафе, ты потанцевал с ним, пообщался, я танцую часто с бабушками, выходишь, и у тебя душа улыбается, это ни с чем не передать. Потому что, когда ты отправляешь деньги просто на расчетный счет куда-то, ну ты помог, но вопрос, кому ты помог, как деньги дошли, у этого мэтча нет. А когда ты приехал, пообщался, ты помогаешь ежемесячно, знаешь, кому помогаешь, у тебя уже бабушки все в лицо знают, ты их знаешь, у нас там 107 лет, 112 лет есть, вот, и так далее. То бишь, это, конечно, ну, очень здорово. 112 лет, она приходит на ваши мероприятия. Да, 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 и водочка пьет. Все, мы полные. Старое поколение, это другая закалка, это мы такие все, полудохлые, а там все хорошо у людей. Я не думаю, что по нам можно сказать, что мы с тобой полудохлые. Я к тому, что не знаю, что в 112 будем мы позволять себе выпить фоточки, но вот пока... Слушай, ну, учитывая, что в нашей голове уже есть пример, понимаешь, такой, ты понимаешь, что это возможно, а там уже просто пространство выстроится. И, слушай, я сейчас вообще, я не знала, что у вас уже такие цифры, потому что я помню, в Петербурге полгода назад было вот что-то типа там презентации какого-то этапа, да, прям, вы прям очень быстро растете. Растете мощно. Цель тысячи добродомиков по стране, и я знаю, как ее осуществить. Кайф. Еще, знаешь, для той аудитории вот достаточно много помогают детям в разных конфигурациях, да, а с этой аудиторией работают меньше, и это очень ценно, и вот... С ней вообще никто не работает. Детям помогают, да, но про детей отдельная история, да, их нужно помогать. Да, безусловно. И, кстати, про детей. Да. У тебя же есть еще и бизнес-школа для детей. Это тоже для меня социальный проект. Слушай, ну, это тоже следствие твоего личного бренда? Тоже следствие моего личного бренда. Я скажу так, старшее поколение, то есть у меня такое три социальных нагрузки. Старшее поколение, мы делаем для них настоящее здесь и сейчас. Бизнес-клуб, да, для меня это мы поднимаем предпринимательство, да, это для среднего, скажем так, поколения. И для детей, вот меня с предпринимательством никто не учил. Я прошел с 20 лет прорубал бомб все, потому что денег не было, родителей не было, которые могли помочь, да, у меня детства не предприниматель. Я все вот на своем горбу, что получалось? 60 миллионов потерь за все это время. Вот. И мы в следующем выпуске об этом поговорим. 60 миллионов я потерял, чтобы еще к этому прийти, да, и седые волосы, потерянный желудок и так далее. То есть я съел за счет этих болей очень много, все здоровье. Вот. Но если бы мне с 6 лет рассказывали, что такое предпринимательство, что такое финансовая грамота, что такое нетворкинг, окружение, для чего это нужно, как это создавать, как правильно найти нишу, просчитать ее, то, наверное, я бы сейчас уже был бы в космосе, 100%, потому что я бы не проходил все эти этапы через деньги и боль. А где-то через страх, и я много там время откладывал в лаваше, потому что у меня было страшно начать такой большой федеральный бизнес. Вот. А мы детей с 6 лет сейчас этому учим. Если хотя бы, вот там, цель, 100 тысяч детей, учить в России, если хотя бы 10% этих детей изменит ниши, как это сделал я, то будущее России 100% будет не потеряно. Это сегодня в каких городах работает уже? Сейчас работает это Питер. Мы в Москву пытались заходить, но случилось, к сожалению, Черный Лебедь прилетела, поэтому мы оставили чуть-чуть Москву, сфокусировались на Питере. Сейчас открываем там еще 24 филиала, в прошлом году было 12. Вот. И цель все-таки вернуться уже в Москву в этом году и дальше, соответственно, развивать это уже по стране через франчайзинг. Ты просто сейчас показываешь, как органично, естественно, под твое видение к тебе приходят бизнесы, на твой личный бренд. Да? Я уверена, что предложений было гораздо больше разного характера. Есть ли еще что-то, ниша, в которой ты мечтаешь, но ты пока еще туда не зашел? Ниша, в которой я мечтаю? Да. Вот если предположить партнерский бизнес, чтобы к тебе пришли и сказали, слушай, Павел, давай? И ты такой, вау, вот это, вот как раз этого пазла не хватало в моей системе? Если честно, я сейчас очень сильно топлю глобальное производство. Мы и так много что производим, но все-таки это такой под конкретный бизнес, под в лаваше, локальный продукт. Я хотел бы, конечно, глобальное производство для ритейла, как ты сказал в начале. Здесь оговорочка была. Да-да-да, потому что мне нравится кормить людей, я все с этим связан, что бы ни происходило, я бы все вокруг почему-то вообще пито. И хочется большое красивое производство, глобальное, технологичное, которое мы будем масштабировать по всей стране и масштабировать продукты, качественные по всей стране, потому что я про качество, про ЗОЖ, про здоровое питание, там, так далее, и, соответственно, через это хочется заходить на большие рынки, а производство на большой рынок. Вот это, наверное, мой следующий этап большого такого шажка в новый бизнес. Я тебя благодарю за вот все то, чем ты, за кулисы, которым ты поделился. Не все люди просто знают это про тебя и вообще предполагают, что вот есть бизнес, есть личный бренд, это как бы такая история, типа, локально, зачем? Некоторые, знаешь, такое бывает возражение, типа, ну, зачем я личный бренд, у меня бизнес так нормально выстроен, у меня так все хорошо. Забывая о том, что личный бренд, проявленный, дает возможность открывать новой вселенной. Вот как это на твоем примере и происходит? Да, я хотел бы еще добавить, кстати, мы сейчас вот как раз школа «Успехтовых руках» и с фондом «Доброделы» берем детей из малой мыши семей, и мы взяли сейчас первых 15 семей и совместно с «Беспиплом», кстати говоря, они участвуют, да, финансово, и на год с ними создаем проекты, бизнес-проекты. Ну, мы их берем бесплатно, соответственно, оплачиваем сами, вот, и стараемся, чтобы эти дети в будущем стали обеспечить свою семью, потому что у них возможностей нет, у родителей возможностей нет, получить нехорошее образование тоже возможностей нет, и вот как раз через такую конфигурацию возможностей, надеясь, что мы сможем помочь хотя бы кому-то, понятно, что это немного, но вот в будущем, возможно, мы это масштабируем. Ну, это прекрасный пример, понимаешь, здесь же еще, вот, когда ты проявляешь эти вещи, у кого-то, кто-то смотрит сейчас в Сургуте, или в каком-нибудь там, не знаю, в Хабаровске, это интервью, и... Я родился на Дальнем Востоке. Серьезно? В Комсомольске-на-Амуре, прожил в Хабаровске, в Камчатске, да. Я родилась в Хабаровске, и детство провела в Комсомольске на Амуре. Да ладно? Да. Я там родился. У меня вместо холодильника был шкаф на балконе железный, там мясо, рыба висела. Вот это очень любопытно. Короче, Дальний Восток, это интересно. Я в последнее время очень много... Чисто, что так тянет-то? Я очень много встречаю в последнее время своих и со своими, знаешь, вот как ты общаешься с человеком, там-то даже вот в Атлантах, да, общаешься, а потом такие, так, а ты кто-то вообще родом? Родился где? Где родился-то? И оказывается, что тоже с Дальнего Востока, прикинь? Круто. Прикольно. Так вот, смотрят там на Дальнем Востоке предприниматели наши интервью, такие, о, класс, ну, связка, связка пользы. Да. Благодарю тебя за этот пример. Спасибо. Дорогие, подписывайтесь на канал, не забывайте лайки и пишите ваши впечатления от нашей встречи. Увидимся в следующем выпуске.